Здесь не было традиционного разрезания красной ленточки. Церемония больше походила навстречу друзей. В числе приглашенных руководство города и творческая интеллигенция. Объединяющим всех фактором стали любовь к искусству и уважение к истории. То, что сегодня произошло, произошло то, что мы имеем сегодня исторически восстановленный объект. Да еще здесь появилась арт-галерея, которая будет давать возможность нашим художникам, художникам России, выставлять здесь свои работы. Этот объект будет объектом посещения. Я уверен в том, что экскурсионные компании города Сочи при формировании турпродукта, туроператоры в обязательном порядке будут включать именно экскурсии на этот объект и будут рассказывать и об истории. И нужно эту правду все равно говорить. История есть история. Несмотря на то, что форт является частной собственностью, мэрии никогда бы не позволили, а историки не простили бы, если в историческом ядре у стены военного форта 1838 года, вокруг которого образовался посад Сочи, открылся какой-нибудь ресторан. На создание условий для организации творческого пространства ушли десятки миллионов рублей – частных вложений. Историческая стена, наконец, стала частью музея, ее фрагменты – частью экспозиции снаружи и внутри здания. Теперь в арт-галерее ждут всех неравнодушных к живописи. Первыми на сот сочинцев и гостей курорта выставили свои работы местные художники. Вместе с ними и иногородние живописцы. И, судя по коллективным творческим проектам, все указывает на международное будущее форта. Конечно, с помощью Академии художеств, с помощью правительства Москвы, нашего российского правительства, уже есть предпосылки, уже две выставки состоялось в Китае, в городе Шеншени. 17 миллионов жителей. Там проходят выставки «Искусство и индустрия». То есть во всем мире ставится все-таки во главу угла. Искусство, духовность, а индустрия, если это все есть, индустрия высокого качества. Маслом на холсте можно нарисовать даже мечту. Чтобы рассмотреть все полотна, одного посещения недостаточно. Невольно появляется желание украсить такими же работами стены собственного дома. И это здесь возможно. Вдохновлен и восхищен написал в книге отзывов Анатолий Пахомов и пожелал организаторам творческого пространства удачи в реализации дальнейших проектов. Благословил и осветил историческое место настоятель Сочинского собора Михаила Архангела. Так что 24 июня вполне можно считать именинами форта. К слову, памятнику истории через два года исполнится 180 лет. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.